Здравствуйте, ребята! Рада приветствовать вас на занятии, очередном посвященному текстовым задачам, а именно смесем, сплавом и процентом, ну и простейшая задача. Итак, давайте тогда переходить непосредственно к нашей теме. Итак, проценты. Смотрите, когда мы изучали в школе проценты, как мы поступали? Допустим, у нас что-то стоит тысячу рублей, ну, например, книга какая-нибудь, и пусть ее цена уменьшилась на 20%. Как вы в школе обычно находили проценты? Для этого вы тысячу, получается, представляли, что это была стоимость нашей книги, то есть она составляла 100%. Это первоначальная стоимость. Потом стоимость уменьшилась на 20%. Значит, 100 минус 20, это будет 80%. А потом вы уже ищете. Для этого я 100 умножаю, тысячу умножаю на 80 и делю на 100. У меня нули уходят, получается, эта книга будет составлять 800 рублей. Но, смотрите, есть на самом деле формула немножко попроще. Дело в том, что какое бы здесь я количество процентов не указала, я могу заметить, что у меня процент – это сотая часть от числа. Поэтому, чтобы найти процент от какого-то числа, я могу то количество процентов, которое стало составлять мое число, поделить мысленно на 100 или передвинуть запятую на два знака, и потом умножить число. Давайте разберем на примере. Например, у меня есть какое-то число, давайте не тысячу уже, а, например, 10 тысяч, чтобы было удобно считать. Пусть у меня 10 тысяч подешевело на 30%. Как найти, сколько это будет стоить за одну строчку? То есть, видите, здесь много писанина было, мы будем учиться это делать намного компактнее. Я тогда, смотрите, 10 тысяч, то есть это мое число, которое было изначально, моя изначальная стоимость, умножаю на… Смотрите, если у меня стоимость уменьшилась на 30%, то она стала составлять 70, то есть 100% минус 30%. А 70%, то есть 0,70, я, получается, передвигаю запятую на два знака, то есть это будет 0,7. То есть мне достаточно 10 тысяч умножить на 0,7, и это будет, получается, 7 тысяч. Еще пример. Допустим, 2 тысячи, если у меня уменьшается, допустим, на, не знаю, там 40%, для этого я должна 2 тысячи умножить на 40, на два знака, передвигая запятую на 0,4. Допустим, 5 тысяч у меня уменьшается, допустим, на 50%. На 50%, то есть передвигаю запятую на два знака, то есть умножаю на 0,5. Видите, как все легко и просто. В общем виде эта формула выглядит… Вот смотрите, у меня тут она написана, вот она, вот так выглядит эта формула. Что здесь, что обозначает? На примере наших 5 тысяч рассмотрим. Х – это первоначальная стоимость, единица минус количество процентов, у нас же она на 50%, наша пятитысячная уменьшилась, деленная на 100. И начинаю смотреть. Получается, у меня будет 50 тысяч умножаться, здесь будет 0,5, 1 минус 0,5, это будет 0,5. То есть видите, все то же самое. В каком случае эта формула удобнее? Когда у вас есть какая-то задача, где неизвестно количество процентов. То есть мы за перемену здесь P обозначаем, подставляем вот эту формулу. Если вам известно количество процентов и известна изначальная цена, и вам нужно просто найти, насколько процентов у вас, точнее, какова будет стоимость вашего товара, то вы, проще всего, конечно, делать по такой сокращенной формуле. И эта вещь, кстати, очень вам пригодится, когда мы будем говорить во второй части о экономических задачах. Поэтому советую все-таки разобраться. Вот. Теперь то же самое у нас с вами работает с ценой, когда она увеличивается. Ну, рассмотрим ситуацию. Пусть у нас что-то стоило 1000 рублей, и пусть это что-то у нас увеличилось на 15%. На 15%. То есть, смотрите, оно у меня было 1000, стоило, да? Потом я умножаю на сколько процентов оно стало составлять. Было 100%, увеличилось на 15. То есть стало 115, или если я запятую на два знака перенесла, будет вот столько, да? Умножая на 1000, это получается будет вот так, да? Пусть еще, еще пример рассмотрим. Например, та же самая 5000 пусть у нас увеличилась на 40%. Да? Я для этого 5000 буду умножать на 1,4. Потому что, смотрите, у меня эта 5000 была как бы 100% плюс 40, это будет 140. А если запятую на два знака перенесу, это будет 1,4. Да? 7000, например, у меня увеличилось на, допустим, там 20%. Да? Я для этого 7000 буду умножать на 1,2, да? Потому что у меня было 100%, я прибавила еще 20%, стал составлять 120%. Вот. Эта формула выглядит, если в общем виде, в расписанном, вот так, да? Опять же, такую формулу мы имеем право применять, когда... Ну, точнее, мы имеем право применять всегда, но удобнее всего ее применять, когда у нас неизвестно количество процентов, да? Вот это количество процентов неизвестно. Теперь еще такой момент. Смотрите, если у нас какое-то число сначала увеличилось, да, допустим, а потом уменьшилось на какое-то количество процентов, ну, даже возьмем вот эту вот нашу 1000, да? Нет, даже не 1000, давайте какое-нибудь число такое, которое прям совсем уж удобно считать. Например, у меня 1000 сначала увеличилось пусть на 20%. Тогда я считаю, у меня 1000 должна умножаться на 1,2, потому что она стала составлять 120%. Это будет 1200. А потом... 1200 только, да? А потом пусть она уменьшилась у меня на тоже 20%. Если она у меня уменьшилась на 20%, да, то я ее должна умножить на сколько? На 0,8, да, потому что она была 100%, уменьшилась на 20%, 100 минус 20, это будет 80%. То есть у меня вот такая цена стала, да? И смотрите, вот это все можно упростить. У нас же с вами вот это вот 1200 как получилось? 1200 у нас с вами получилось, когда мы 1000 умножили на 1,2. Отсюда какой следует вывод? Что? Если у нас какое-то число, допустим, сначала увеличивается на какое-то число процентов, а потом уменьшается, то мы можем просто эти коэффициенты умножать последовательно. Да? Причем, кстати, порядок не важен, потому что от перемены мест произведения, от перемены мест множителя у нас не меняется ничего. Например, пусть у меня какое-то число, пусть у меня что-то стоило 5000. Оно сначала, например, увеличилось на, там, не знаю, 30%, а потом пусть оно уменьшилось на, допустим, там, 17%. Да? Давайте смотреть. Нет, даже давайте пусть на 20% уменьшилось. Тогда получается 5000 должна сначала умножить на 1,3, потому что оно у меня стало 130% составлять, а потом должна еще умножить на 0,8, потому что на 20% уменьшилось. Да? То есть вот такой какой-то момент. И давайте еще рассмотрим пример последний. Допустим, что-то стоило у меня 7000, да? Пусть это что-то у меня сначала уменьшилось на 30, да? То есть наоборот сделаем. А потом пусть оно увеличилось на 15%. Отсюда следует, что я 7000 должна умножить на 0,0. Оно же у меня уменьшилось на 30, значит, стало составлять 70% или 0,7. И я должна умножить это еще на 1,15, потому что увеличилось на 15%, да? То есть логика какая-то вот такая. Теперь давайте с вами попробуем порешать задачи. Вот, например, первая задача. В 2008 году в городском квартале проживало 20 тысяч человек. 20 тысяч человек у нас с вами проживало, да? В 2009 году в результате строительства новых домов число жителей выросло на 4%, да? То есть было 100%, выросло на 4%. Значит, стало 104 или 1,04. А в 2010 году на 2%, да? То есть выросло по сравнению с вот этим, да? То есть у нас вот эта сумма выросла еще на 2%, значит, стало составлять 102% или умножаем на 1,02, да? Сколько человек стало проживать в квартале? То есть дальше вы просто последовательно все это дело умножаете, да? И получаете 21216. Вот такие дела. Ну, я думаю, с умножением в столбик все справятся. Кстати, насчет умножения в столбик. Бывает, что люди путают, да? То есть здесь нужно умножать вот как-то вот так. Раз, два, три, четыре, да? Раз, два, три, четыре. Лишний ноль нарисовала. Не должно быть. Вот. Умножаем, да? Здесь. А потом нули опускаем, да? Не забывайте про этот момент. А то начинается, да? Нули куда-то эти девают непонятно. Куда-то они у нас пляшут и пляшут. Вот. Это то, что касается этой задачи. Давайте дальше посмотрим. Цена холодильника в магазине ежегодно уменьшается на одно и то же число процентов от предыдущей цены. Определите, на сколько процентов каждый год уменьшалась цена холодильника. То есть, видите, у нас проценты неизвестны. То есть, нам будет выгодно пользоваться вот этой формулой. Если выставленный за продажу за 19 800 рублей, через два года был продан за 16 038 рублей. То есть, смотрите, его первоначальная цена, вот эта вот х, было 19 800, да? У нас с вами один раз сначала за первый год он подешевел, потом он еще второй год на такое же количество процентов подешевел. И это стало составлять 16 038, да? Причем, смотрите, у меня здесь получается две одинаковые скобки умножаются. Значит, я могу переписать, что это скобки в квадрате. То есть, это будет у меня единица минус p, деленная на 100 в квадрате. И дальше я, получается, ну, я вот 19 800 эти поделю уже, да, на 19 800. Давайте смотреть. У меня получается единица минус p, деленная на 100 в квадрате, будет равно… Здесь я делю, и у меня получается 0,81, да, если поделить эти два числа. У меня получается, смотрите, 0,81 – это же какое-то число в квадрате. А какое именно? Это 9, да? 9 десятых в квадрате. Вот. А у нас с вами такое число получается. Дальше перетаскиваю. У меня, получается, минус p, деленное на 100, будет равно 0,9 минус 1. Ну, и знаки поменяю. Будет p, деленное на 100, равно, получается, 0,1, и умножаю на 100. То есть, p у меня будет равно 10%. Видите, вот таким образом нашли. То есть, эта формула, еще раз, ей можно пользоваться всегда, просто удобнее ей пользоваться, когда у нас количество процентов неизвестно. Поэтому обратите, пожалуйста, на этот момент внимание. Дальше давайте смотреть. Четыре одинаковые рубашки дешевле куртки на 8%. На сколько процентов 5 таких же рубашек дороже куртки? Ну, смотрите, у нас пусть куртка, куртка, это у нас, получается, составляет 100%. Тогда четыре одинаковые рубашки дешевле куртки на 8%. Значит, рубашки, четыре штуки, четыре рубашки, у нас будет составлять 100 минус 8, будет составлять, получается, 92%. Это четыре рубашки. Тогда одна рубашка, давайте подумаем, если четыре рубашки, это 92%, то тогда одна рубашка, это будет 92 разделить на 4, это будет 23%. Она спрашивает про пять рубашек. Тогда давайте подумаем, пять рубашек у нас с вами сколько будет? Башек, да? Я должна, получается, одну рубашку умножить на 5, да? И 23 на 5, это будет 115%. И, смотрите, у нас, получается, куртка составляла 100%, куртка составляла 100%, а рубашки составляют 115%. Отсюда я, получается, 115 отнимаю 100, да? И получаю, что на 15%. Кстати, эту задачу можно было еще и другим способом решить. Каким именно? Можно было представить, что пусть у нас куртка стоит, там, допустим, 1000 рублей, да? Потом найти, что рубашки составляют 92% и именно в рублях выразить, сколько они будут стоить, да? А потом от рублей опять перейти в проценты. Такое решение тоже имеет место быть, но оно, как по мне, так немножко сложнее. Поэтому здесь уже на любителя. Вот такие у нас с вами задачи на проценты. То есть их не очень много, они такие достаточно легенькие и попадаются редко.